Девятого ноября в поселке Новобурейске похоронили его бывшего главу Андрея Новокрещенова. Ему было 39 лет. 4 ноября морские следователи возбудили дело по статье убийства. Больше официальной информации никакой нет. Поселок полнится слухами, собственно говоря, вот именно потому, что нет никакой официальной информации. Сегодня в студии человек, которому мы долго упрашивали дать нам интервью, он согласился. Евгений Костин, одноклассник Андрея Новокрещенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот случай, конечно, беспрецедентный. Такого в Амурской области не было, чтобы глава на местной администрации, вот что-то с ним такое подобное случилось. Вы знакомы с детства. Что из себя представлял Андрей Новокрещенов? Какой он был человек? Ну, знакомы мы как бы с детского садика. Был всегда веселый, такой озорной. Был неординарный у него ум такой. В школе учился хорошо. До сих пор помнят себя учителя, директор школы Светлана Григорьевна Иванова. Помнится он тем, что он мог сделать домашнее задание не как все, не шаблонно. Он мог, допустим, задание по географии сделать в стихах. Это, конечно же, всем нравилось. То есть такой неординарный ум. Да, он наперед как-то у него все это, мысли вот эти шли, мог все продумать наперед. И то есть он развитый был. И пошел по бизнесу, да? Ну, он не сразу, конечно, пошел. Когда школу закончили, времена-то были 90-е, у народа сильно денежных средств не было. У меня есть такая информация, что он до директора школы подходил и просил занять денег, чтобы поехать на учебу в Хабаровск поступать. И он поехал и поступил. Какой бизнес был? Откуда Андрей Новокрещенов пришел во власть? Начинал он просто как бы с торговли. Потом... Чем торговал? Да всем, как и тогда раньше подряд на рынке. И рыбой, и кассетами. Всем. Все, что могло приносить, как бы, какую-то копейку. То есть из поселка он не собирался уезжать? Ну, вроде бы как нет. Такой информации нет. Потом у него пошло как бы дальше больше. Баннерами стал заниматься, когда это... Только-только они появились. Начал заниматься продавать диски DVD, тоже компьютерные диски. Первый в поселке, кто у нас открыл компьютерный салон для детей. Компьютерные игры, помните? Раньше компьютер был недоступен, а дети хотели как бы поиграть. Он это первый сделал. Ну да, это приносило деньги. Дальше магазины пооткрывал, вот, расширился. Арендные площади у него появились. Бизнес шел в гору? Да. По местным меркам он был очень успешный. Потом были выборы? И он решил попробовать себя на муниципальной службе. Сразу победил? Ну да. С первого раза. Да, то есть был перевес большой. Поддержка у него хорошая была, его все знают. Он очень такой общительный был. Ну, власть это такое дело, в котором, ну, говорят, грязное. Вот здесь он не боялся вот таких опасностей? Ну, он трудностей не боялся. На борту это ему было интересно. Попробовать себя в другой, как бы, сфере и что-то сделать для поселка. И он многое сделал. 39 лет, достаточно молодой для человека, считается, для человека, для главы поселка. Как люди оценивали его работу? Сколько времени он провел на этой должности? Вот, хотел бы на этом остановиться. Люди по-разному, конечно, в основном положительные. Бюджет у поселка не резиновый. И некоторые люди, наоборот, жалуются на него. Некоторые, наоборот, хвалят. Последнее время у нас в Амурской области, вы сами знаете, в 2013 году топило. Мы там тоже в стороне не остались. И прошлое лето было такое, как бы, дождливое. В поселке давным-давно ливневая канализация, ливневая канализация пришла в упадок. На это нужны очень большие деньги, очень большие деньги, чтобы это все сделать, чтобы дождь прошел и все быстро убежало. Вот, Андрей решал эти вопросы, на что хватало бюджетных средств. Где-то из небюджетных источников изыскивал. Кто-то оказывал помощь, допустим, какой-то отсыпкой. Это он умело управлял, руководил. Создал МКП «Мастер», муниципальное казенное предприятие «Мастер». Раньше это были случайные люди, которые бордюр укладывали или там подметали. Оплата была такая, ну, сами понимаете. А когда создал МКП «Мастер», уже было с кого спрашивать, есть начальник, есть подчиненные, подчиняется все администрации. У нас только при Андрее мы стали замечать, что ходят какие-то люди в желтой униформе и собирают мусор. Это только при Андрее. Урны по-настоящему ставил, знаки различные, что мусор надо выкидывать сюда. В общем, ограждения различные, пешеходные переходы осветил. Светофоры у нас в поселке, это Благовещенске, они давно и как бы это. Светофоры у нас в поселке были только при коммунистах, появились сейчас еще. То есть в поселке нормально. Ну вот сейчас хотелось бы восстановить хронологию событий. О пропаже Андрейного Крещенова стало известно 2 ноября. Вы когда общались и вообще насколько тесно общались с ним в последний раз? В последнее время вообще тесно общались. Там еще ввиду событий, что на него видеоролики сбрасывали средства массовой информации в интернет. Поясните, какие видеоролики. Ну там не хочу сильно рассказать, это их семейное дело. Бывшая супруга на него сняла видеоролик, что хочет оставить детей без жилья и так далее. Ну вот с Андреем по этому поводу мы разговаривали. Второго числа с ним разговаривал долго, достаточно. По работе? Там у меня был личный вопрос и просто так. Он проявлял какое-то волнение, куда-то собирался? Какой-то был спокойный, честный. 4 ноября в нескольких километрах от поселка Далдуйкан обнаружили сгоревший Лексус. Это автомобиль, да? Он видел его. Да, и как он мог там оказаться? Что говорили люди? Ну, скорее всего, это преступники туда его угнали. Сожгли? Сожгли. А тело где нашли? Тело далеко от этого места, далеко. При каких обстоятельствах? Вот кто искал тело? Потому что искали многие. Искали, вся Амурская область искала. И из Благовещенской люди, и из Прогресса, отовсюду. Амурский центр ГЗА и ПБ, МЧС. Жители простые искали? Полиция, жители простые, особенно в первый день. Кто мог с работы отпроситься, отпустили. Кого с работы, тот мог искать. То есть люди хотели найти все-таки правду, да? Мы по очереди с одноклассниками тоже с работы отпрашивались. Ходили по лесу, да? И совместно со спасателями, с людьми с погонами. А какой был ориентир? Как нужно было искать? Ну, до его пропажи, такой, выпал снежок. И ориентир был, следы на снегу. И вот смотрели следы в различные заезды в лес. И по следам, если следов нет, то там и нечего делать. Потому что снег выпал как раз перед его пропажей. То есть нашли по следам? Да, по следам. А где? Поворот на Аталакан и там поворот на Бахерево. Вот в том районе. Точно сказать не могу. Мы сегодня вот именно в том формате обсуждаем, что говорят люди, что видели люди. Потому что официальной информации нет. Как выглядело это место? Что еще нашли? Говорят, еще яму нашли какую-то. Ну, яму нашли тоже не в том месте. Вроде яма готовилась заранее. Но правоохранительные органы разбираются, следствие идет. Я не хотел бы сильно комментировать эти вопросы. А люди, которые нашли, кто нашел? Это жители или МЧС? Ну, это люди, которые в форме МЧС, которые работают в Амурском центре ГЗИПБ. Гражданская защита. Понятно, что они тоже комментариев не дают. Хоронили в закрытом гробу. Да, хоронили в закрытом гробу, свидетель я. Вот это я могу сказать, да. Закрытый гроб. Возможно, там были какие-то повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Это всегда возбуждают, когда вот в таких обстоятельствах, именно по такой статье. А вообще, что люди говорят? Почему это произошло? Кто это сделал? Ну, чтобы и проблемы в семье, и какие-то там, может быть, передряги в бывшем бизнесе. Всякие проблемы. Проблемные вопросы. Ну, чтобы вот человека взять и убить, и вот так вот. И как-то так непонятно, куда-то там отвозить, что-то сжигать. Это все от этого ужасе по какому-то. Что думают люди? Это местные сделали или приезжие? Люди думают, конечно, всякое, но больше как-то склоняются, что как бы местные. Местные. Вот так. Потому что в соцсетях пишут, что убийцы вот могли уехать уже далеко, и следствие ничего не делает. Нет, следствие делает. Просто оно не обязано пиариться, что оно что-то делает. Ну, конечно. Они свою работу знают и делают. Экспертизы все там проводились, и все такое. Они работают, работают. Что сейчас происходит в поселке? Вот вообще страшно вот с этой, с этим отсутствием информации жить? Вот с этим бурлением всех слухов? Ну, в поселке. Лично у меня какая-то на душе пустота. Едешь, смотришь на поселок, снег прошел и думаешь. Сейчас бы Андрею позвонил и спросил, а когда подсыпка будет или еще что-то. А сейчас просто пустота какая-то. Сейчас есть исполняющие обязанности, да? Ну, конечно, Виктория Валерьевна, по-моему. Будут выборы, да, еще? Она хороший зам, она молодец. То есть поселок, конечно, прямо сейчас так и не рухнет. Жизнь-то продолжается, но просто утрата такая большая. То есть жалко, что ушел управленец, которого, в принципе, уважали. Дальше планы были у него очень высокие. А что он хотел сделать? Ну, в приватной беседе со мной он даже говорил, что, возможно, захотел бы пойти на главу района, потом попытаться, по крайней мере. Ну, возраст позволяет, да, опыт есть уже. Да, да, да. Он много чего хотел. Вот как говорится, есть люди живут, тлеют, есть горят, а есть как вспышка. Вот он был, вспышка. Спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Евгений Костин, одноклассник Андрея Новокрещенова, которого похоронили 9 ноября. Глава поселка Новобурейский, который преждевременно ушел из жизни. По каким причинам это разбирается, конечно, следствие. Сегодня мы говорили о том, что говорят люди в поселке, потому что официальной информации до сих пор никакой нет, идет следствие. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова